добрый день меня зовут алина и сегодня мы разберем новый класс химических соединений который называется основание основание это соединения которые образованы атомом металла и гидроксогруппой а например натрий о аж на первом месте стоит металл натрий на втором стоит о аж гидроксогруппа натрий имеет валентность 1 поэтому у него всего лишь одна гидроксогруппа берилли уже имеет валентность 2 поэтому у него будет 2 гидроксогруппа что такое гидроксогруппа гидроксогруппа это соединение атома кислорода и водорода и вместе они имеют валентность 1 то есть вся гидроксогруппа имеет валентность 1 как только мы научились определять валентность гидроксогруппы мы сможем составлять формулу основания. Чтобы правильно классифицировать основания, необходимо помнить, что все растворимые основания называются щелочами. Когда составляли названия, заметили, что все металлы первой группы и некоторые металлы второй группы образуют растворимые основания. А название этих групп металлов как раз таки идет от названия щелочи. Щелочные металлы это металлы первой группы, щелочноземельные металлы второй группы. Таким образом, растворимые основания, растворимые гидроксиды называются щелочами. Также гидроксиды есть нерастворимые и малорастворимые. Классификация у них довольно простая. И таким образом, когда мы с вами научимся определять, растворимый гидроксид или нерастворимый гидроксид, мы сможем сказать, является гидроксид щелочью или не является гидроксид щелочью. А малорастворимые, кстати, основания используются, например, для проведения эффектных химических опытов. Так, с помощью гидроксида кальция проводят химический опыт, который называется химическое молоко. И действительно, при образовании гидроксида кальция жидкость напоминает молоко, как будто бы обычно молоко коровье, либо, например, кокосовое. Чтобы определить растворимость основания, необходимо воспользоваться таблицей растворимости. Давайте найдем металл калий, ион металла, и найдем ион гидрокса группы. Как только вы определили гидрокса группу и металл, вам необходимо их соединить, то есть провести от гидрокса группы линию прямую, горизонтальную, а от иона металла вертикальную. Там, где они пересекутся, будет стоять какая-то буква. Это может быть буква R, N или M. Если стоит буква R, значит соединение является растворимым, и можно утверждать, что оно является щелочью. А если стоит буковка N, то это будет нерастворимое соединение, и M малорастворимое. Малорастворимых оснований очень мало, а вот растворимых и нерастворимых очень много. Когда вы смотрите на таблицу растворимости, вы можете увидеть такой ион, как NH4. Гидроксид аммония будет образовываться из него, и NH4OH не будет являться щелочью, потому что это очень слабый гидроксид, но при этом он будет хорошо растворяться в воде. Вернемся к гидроксиду калия. Они пересекаются на букве R, значит гидроксид калия растворимое соединение, и являются щелочью. Тем более калий находится в первой группе щелочных металлов. Также часто нам в жизни встречается гидроксид натрия, но известен он нам не как гидроксид натрия, а например как щелочь, которую используют при мыловарении, для того чтобы мыло приобрело твердость, и было удобно его держать в руке, не растекалось оно. Также гидроксид натрия используют в фармацевтической промышленности. Дома мы очень часто используем какие-то моющие средства. В состав всех моющих средств входит как раз таки гидроксид натрия щелочь, для того чтобы частички жира хорошо удалялись от, ну например посуды, которую мы моем. И также гидроксид натрия используется в качестве средства для прочистки канализационных труб. Оно известно нам например как крот, либо как тирет, любой из этих средств содержит в своем составе гидроксид натрия, в результате чего гидроксид натрия отщепляет все например частички того же жира, которые скапливаются на трубах, и вода например начинает утекать намного лучше из раковины или из ванны. Не только гидроксид натрия используется в бытовой жизни, но и гидроксид кальция. Так например при обработке деревьев, покрытие их белым веществом от корневой системы и до например примерно 30-50 сантиметров от земли, от нападков на эти деревья грызунов, используют гидроксид кальция. Также гидроксид кальция используют для дезинфекции помещений. А еще гидроксид кальция применяется в строительстве для усиления вяжущих свойств стройматериалов и для усиления их крепкости и износа стойкости. Сегодня мы с вами разобрали, что такое гидроксиды, как отличить растворимые, нерастворимые и малорастворимые гидроксиды, как найти их в таблице растворимости, что такое щелочи, где они применяются, а также рассмотрели, что такое гидроксогруппа и как формируется формула гидроксида. А я с вами прощаюсь, до встречи на следующем занятии.